Курс доллара почти стабилен после того, как в среду он снизился к евро и йене, пока инвесторы продолжили отыгрывать статистику по инфляции в США. Рынки полагают, что Федрезерв не будет резко ужесточать монетарную политику, так как по мнению регуляторов всплеск инфляции был временным явлением, а замедление роста потребительских цен в августе подтвердило мнение ФРС. В то же время объем промышленного производства в стране в августе вырос, как и ожидалось ранее. И столь неоднозначная статистика пока что сдерживает укрепление доллара. Что касается технического анализа индекса USDX, демонстрирующего положение доллара по отношению к корзине и шести других мировых валют, то по его результату среднесрочный рост цены остановился на уровне сопротивления 92.65. Примерно на этом уровне начинают образовываться длительные ложные пробои, которые преодолеть пока не получится. Поэтому можно с относительной точностью заявить, что торговый диапазон индекса доллара будет находиться между отметками 92.40 и 92.80. Подобная ситуация сохранится вплоть до 22 сентября, когда состоится заседание Федрезерва. В то же время вчера американский фондовый индекс S&P500 подрос на 0,85%, что стало первым днем роста со 2 сентября, когда индекс показал исторический максимум в 4545 пунктов. Очень похоже, что данный рост является лишь коррекцией к предшествующему падению. Рост может произойти еще сегодня, если данные по розничным продажам за август США выйдут гораздо лучше ожидаемых данных. Остановка роста фондового рынка, а тем более восстановление нисходящего движения окажет дополнительное давление на валютную пару доллар-иена. И если сейчас котировки пары находятся на уровне 109.35, то уже в ближайшее время они могут снизиться к отметке 109.20, а затем еще ниже. А вот австралийский доллар вчера закрыл день белой свечой в 11 пунктов, проколов нижней тенью уровень Фибоначчи. А это был ложный сигнал, и с точки зрения технического анализа нас ожидает рост котировок этой валютной пары. Пока что сформированы условия и признаки к дальнейшему росту цены до уровня 0.7450. Однако данные по рынку труда в Австралии могут на некоторое время затормозить этот рост. Занятость в Австралии снизилась на 146 300 человек, до 13 миллионов 20 тысяч человек в июле 2021 года, по сравнению с рыночными прогнозами о падении на 90 тысяч человек, это может иметь негативное влияние на австралийскую валюту и настроение инвесторов в Австралии в целом. А теперь подведем итог. Сейчас ситуация сводится к тому, что вскоре на фондовом рынке может начаться период закупок по более низким ценам. И это повлияет на валюты ряд других инструментов. Поэтому мы продолжаем следить за обстановкой и делиться новостями с вами. Увидимся в следующем видео на нашем канале через пару часов. До встречи!